23 апреля 1995 года отделение Нижегородского спецназа СОБР получило боевую задачу в западном районе эвакуировать тела погибших товарищей. Трижды в тот солнечный день Виктор Ильичев мог погибнуть. Его группа несколько раз попадала в засаду и чудом отделалась лишь ранениями. Это событие стало для Виктора Ильичева знамением. После пережитого он решил посвятить дальнейшую жизнь служению Богу. Хотелось всех поприветствовать, пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия семейного и всего, чего вам хотелось. И особо благодарность, как было сказано, и Васильевичу Крупнику, низкий поклон, что благодаря его умелым действиям мы все поздравляем, здоровья и здоровья. Всех с праздником! Десять лет назад на Северном Кавказе завершилась контртеррористическая операция. В горячей точке воевали более 20 тысяч нижегородцев. 320 погибли. Сегодняшний праздник – День мира на Северном Кавказе. Для них – героев Чеченской войны. Одни рассказывают боевые истории сами, а других вспоминают со слезами на глазах. Этот урок и для молодых ребят, говорят организаторы, чтобы знали, чему и у кого нужно учиться – мужеству, отваге и любви к своей родине. Конечно же, они должны видеть, общаться с ветеранами, кто уже прошел боевые действия, кто имеет боевые награды. Потому что в свое время нас также воспитывали наши старшие товарищи. И поэтому даже в самые сложные минуты мы понимали, что мы не имеем права отступить, потому что на кону стоит как боевых действий Чеченской республики, территориальная целостность нашего государства. Проводить памятные дни, начало и окончание контртеррористической операции в Чечне планируется ежегодно. Анна Давыдова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.